Здравствуйте Андрей, меня зовут Александр. Меня преследуют и пытают психотронным оружием. Я нахожусь на территории Р, Беларусь в Г, Минске, гражданин России, 39 лет, проживал в Московской области в городе Орехово-Зуево, не судим, не привлекался к ответственности за правонарушение, никогда не состоял на учете у нарколога и психиатра, последние 14 лет работал на складе, водителем электроштабелера, ричтрака, в городе Балашихов, в разводе, есть несовершеннолетний сын. Проблемы я получил на работе, в этом году. На меня натравили секретную спецслужбу садистов. Думаю, что неприязнь ко мне, может быть связана с резкими высказываниями с критикой путинской пропаганды и партии Единая Россия. Эта противоправная спецслужба обладает огромным бюджетом, занимается слежкой, изучает поисковые запросы в интернете, прослушивает телефонные разговоры, оплачивает работу безработных граждан и мигрантов, для слежки и видеонаблюдения. Основное занятие этой сатанинской организации, это пытки психотронным оружием, слежка по координатам телефона и при помощи дронов и спутников, на них работают многие водители Яндекс.Такси и работники психдиспансеров. На территории Московской области, я часто встречал летающие макеты этой спецслужбы, это копии крупных самолетов и вертолетов, они летают на предельно низкой скорости и высоте, шум мощного двигателя, производится с помощью динамика, при полете совсем нет следов выхлопа, некоторые модели нереалистичны, так как имитируют устаревшие самолеты, часто замечал небольшие беспилотные самолеты с имитацией конденсационного шлейфа, думаю, что назначение этих летательных аппаратов в том, чтобы убедить жертв, что для наблюдения за ними задействованы настоящие самолеты и вертолеты, в дальнейшем сообщения пострадавших об этой слежке использовать как доказательство диагноза параноидальная шизофрения. Высотные дроны я замечал в ясную погоду, в вечернее и ночное время, были заметны габаритные огни, в ветреный день удалось рассмотреть и в дневное время, на большом расстоянии, был виден крупный корпус белого цвета. Уверен, что эти беспилотники, так же как спутники, оснащены системой видеонаблюдения с возможностью наблюдать за жертвами через стены, тепловизором и с ВЧ-оружием. На себе я продолжительное время ощущаю воздействие этого адского оружия, основные симптомы воздействия на здоровье это, учащенное сердцебиение и боль в сердце, бессонница, головная боль, тремор в конечностях, боль в ушах, сонливость, тошнота, слабость, отсутствие аппетита, расстройство пищеварения, головокружение, в глазах, резь, боль, покраснение. Иногда садисты используют устройство с четким продолжительным неприятным звуком, схожим с тихим скрежетом дисковых тормозов. Думаю, что психотронное оружие используется, чтобы довести неугодного человека до самоубийства, или как способ довести до полного истощения и отправить без лишних вопросов, на принудительное лечение, сделать психически больным инвалидом. Обращение пострадавших, по поводу воздействия, к друзьям, родственникам в любые структуры используется этими садистами как доказательство неадекватности. Для слежки в помещении, они применяют специальные устройства, способные вести видеонаблюдение через стены, эти устройства внешне похожи на планшет с корпусом большой толщины и длинным проводом, у многих есть телефоны с возможностью скопировать на расстоянии изображение с дисплея смартфона. Эту информацию я отправлял правозащитнику А. Потапенко. Я виделся с ним несколько раз, пожертвовал для организации 200 белорусских рублей, но никакой помощи не получил, в разговоре он мне намекнул, что ему угрожали. Мне непонятно, почему в социальных сетях и YouTube нет важной информации о защите от психотронного оружия. Фольга совсем слабая защита, самый лучший способ оградить себя от этого воздействия, это находится в подземном убежище. Мое самочувствие улучшается, даже при небольшой защите, в подземном переходе. Большинство пострадавших это одинокие люди, всем жертвам этих сатанистов необходимо объединиться для создания общины, составления коллективных обращений, приобретения больших участков земли, строительства убежищ, сбора доказательств, по одному нам не выжить. С каждым днем здоровье убывает, уверен эти пытки и преследования будут продолжаться до наступления смерти, пока существует финансирование, сатанисты продолжат находить себе новых жертв. Вкторджет. В ближайшее время я планирую приобрести участок земли на территории Рез, Беларусь, но есть сложность, средств на большой участок недостаточно. Прошу вас помочь найти заинтересованных людей, желающих объединиться, переехать и избавиться от пыток в убежищах. Думаю, что при желании, вы можете быть руководителем общины пострадавших.